В ДК Подмосковья сегодня конкурсный показ. Большой фестиваль театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов» в 2025 юбилейный раз проходит в два этапа. Первый отгремел на мероприятии «Города» 5 сентября, а сегодня почтенные жюри смотрят постановки на закрытой сцене. С учетом современных требований выступления идут без зрителей. Однако этот творческий марафон не только про театр. Музыка, танец, хореография. Номинации также распределены у нас и мюзикл, и театр танца, цирк. И также у нас в нашем фестивале по положению есть номинации для художников различных, которые работают в современных техниках, опять от живописи до создания каких-то арт-объектов. Одна из номинаций – это кинопоэзия, а сейчас тоже набирает обороты. Это какого-то такие спектакли формата онлайн, но тем не менее, которые могут претендовать именно на эту номинацию. Я сразу хочу поблагодарить организаторов данного фестиваля, потому что я принимаю второй год участия в жюри этого фестиваля. Я хочу сказать, что практически все работы, которые представлены в разных возрастных категориях и представлены на разные номинации, они очень высокого уровня исполнительского и режиссерского. Среди бесчисленных номинаций – классические произведения в новые интерпретации. Под категорию подходит музыкальный спектакль по сказке Чуковского Федорина Горя. В трактовке детского театра Забияки и в программе фестиваля он идет под названием «Новая технология» или «Кто приносит счастье». В фестивале «За гранью софитов» мы участвовали несколько раз, но сегодня у нас первый большой конкурсный показ на сцене с полным спектаклем, так что можно сказать, что сегодня у нас премьера. У нас очень дружный коллектив, мы все друг друга очень любим, у нас дружеская атмосфера, мы всегда друг другу помогаем, если кто-то что-то забыл, друг друга понимаем. Нашему коллективу 8 лет, я с самого начала, и мы все как семья. Фестивальную музыкальную фантазию студия Забияки посвятила актуальным вопросам современности – экологии, сортировке мусора и современным технологиям в принципе. Всего в конкурсе «За гранью софитов» принимают участие 26 творческих проектов от 24 коллективов из Московской области и Москвы.